Наркобизнесу все возрасты покорны. Сотрудники МВД по Дагестану задержали 16-летнюю жительницу Касписка за сбыт Мефедрона. Медаль из рук президента. Столетний ветеран Ибрагим Паша Садыков отправился в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Не остаться в стороне. Инсан собрал 1 миллион рублей жителю Хасабюрта, потерявшего в пожаре жену и дочь. Будет ли 26-я победа? Ислам Махачев завершает подготовку к защите чемпионского титула UFC. 2 июня он встретится с американцем Дастином Парье. Три человека погибли в ДТП на железнодорожном переезде в Карабудахкенском районе. 50-летний местный житель проехал на запрещающий сигнал светофора и оказался на пути грузового состава. Поезд протаранил легковой автомобиль и в результате водитель и две его пассажирки скончались на месте. Авария произошла ранним утром на перегоне между станциями Ачи и Манас. Житель дагестанских огней задержан по подозрению в убийстве своей 63-летней родственницы. По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе своего дома произвел выстрел из охотничьего ружья в жену брата. По предварительным данным, конфликт произошел на фоне личных неприязненных отношений. В ближайшее время будет рассмотрен об избрании меры пресечения задержанному в виде заключения под стражу. Легкий заработок не всегда законный. Сотрудники МВД по Дагестану в ходе оперативных мероприятий задержали 16-летнюю жительницу Касписка за сбыт наркотиков. Это ваша дочь? Вы можете пояснить, за что она задержана сотрудниками полиции? Я так точно не знаю, мы как нашли. Что нашли? Я не знаю, бывает, наркотики или что? Я не видел с ним. Откуда не видели? Она употребляет наркотики? Она употребляет наркотики? Нет. Распространяет их? Распространяет наркотики она? Да. Закладки. Вы знали об этом? При личном досмотре у девушки было обнаружено 180 доз мефедрона. По ее словам, психотропный препарат она приобретала в интернете, затем с помощью закладок сбывала его клиента, последний из которых, по всей видимости, так и не получат заветные посылки. Собранный материал передан в Следственный комитет по Дагестану. И к другим темам. Столетний ветеран Ибрагим Паша Садыков отправился в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Участника Великой Отечественной войны в торжественной обстановке проводили в аэропорту Махачкалы. Президент страны удостоил именитого дагестанца фронтовика званием Героя России. Золотую звезду глава государства будет вручать Садыкову лично. Я еду в Москву к президенту Владимиру Владимиру Путину. Получать золотую звезду. Спасибо Владимиру Владимиру Путину, что он не забывает ветеранов. Инсан собрал 1 миллион рублей жителю Хасавюрта, потерявшего в пожаре жену и дочь. Огонь полностью уничтожил и жилище. Представители Муфтията Республики и благотворительного фонда встретились с Шадриной Магаларовым, чтобы выразить слова соболезнования и передать собранную сумму. Потрачены они будут на восстановление дома. Такая материальная помощь сможет значительно облегчить ситуацию, так как на попечении мужчины остались еще трое детей. Этот маленький вклад станет баракатом в своей жизни. Для своих близких, которые их потеряли, которые ушли из этой жизни, что мы сегодня для них можем делать? Это не забывать их в своих молитвах. Успокаиваю себя и хочется идти дальше и продолжать жизнь. Вам тоже дай вас здоровья, вам тоже вашим семьям, братьям, всем нашим мусульманам и в Палестине, я тоже всем дуа делаю. Вам тоже огромная бархала, что присоединились к моей беде, решили помочь. Дагестанский гуманитарный институт готов стать опорным вузом в области исламского банкинга в регионе. Образовательное учреждение активно изучает эту сферу более 15 лет, включая специализированные дисциплины и учебные планы по направлению экономика. Комментируя поручение главы региона Сергея Меликова, необходимо организовать подготовку по исламскому банкингу в регионе, можно отметить следующее. В своем ежегодном послании Народному собранию Республики Дагестан Сергей Алимович Меликов подчеркнул, что Дагестан выступает одним из пилотных регионов России по внедрению исламского банкинга. Он также указал на потенциалы этой сферы, привлекать инвестиции в экономику республики, включая инвестиции из исламских стран. Глава региона поручил правительству Республики Дагестана организовать подготовку специалистов данной области. Даги уже более 15 лет специализируется на исследованиях в сфере исламского банкинга, имея значительный опыт в этом направлении. В рамках обучения по направлению подготовки 380301 экономика, профиль бухгалтерский учет, в учебные планы включены специализированные дисциплины по исламскому банкингу, среди них торговую норму в исламе, учет исламских финансовых компаниях, исламская экономика, исламский менеджмент. Отметим, что весной этого года ДГИ организовал профессиональную переподготовку по программе «Исламский банкинг» совместно с Уральским экономическим университетом. ВУЗ готов укреплять сотрудничество с государственными и образовательными органами, а также деловыми бизнес-кругами, используя свои научные и кадровые ресурсы. ДГИ поддерживает партнерское отношение университетами из пилотных регионов России, включая Татарстан, Башкирия, Чеченская республика, где активно развивается исламский банкинг. При необходимости Дагестанский гуманитарный институт может привлекать специалистов из Малайзии и других арабских стран, с которыми ВУЗ поддерживает договорные отношения и связи для углубленного изучения данной тематики. Ислам Махачев завершает подготовку к защите чемпионского титула UFC. Владеющий поясом в легком весе дагестанский боец встретится с американцем Дастином Парье. Поединок пройдет в это воскресенье 2 июня ранним утром на турнире в Нью-Джерси. Финальную часть подготовки перед этим боем Махачев проводит в США в тренировочном лагере. Принимал участие Хабиб Нурмагомедов, который будет в его углу. Для Ислама Махачева это третья защита чемпионского титула. Его профессиональный рекорд – 25 побед при одном поражении. В Махачкаре завершился городской этап 28-го всероссийского турнира по футболу «Кожаный мяч». Соревнования проходили неделю во всех трех внутригородских районах столицы. Финальные игры с участием 15 лучших команд прошли на базе спортшколы Миноборнауки, известной в народе как Маркаровская. Юные футболисты разыгрывали кубки, медали, футбольный инвентарь и экипировку. Среди призов – мячи и формы. Также организаторы определили лучших восьми индивидуальных номинациях. Сформированные сборные турнира в своих возрастах получили право выступать на республиканском этапе «Кожаного мяча» Лига юных футболистов. Футбол – это не просто вид спорта. Футбол – это социальное явление, которое собирает по всему миру миллионы болельщиков и участников. Дорогие ребята, я от души поздравляю всех победителей и призеров сегодняшнего турнира. И надеюсь, что футбол будет помогать вам в жизни хорошо учиться, развиваться, достигать новых спортивных вершин. Спасибо. Все мероприятия, которые проходят на этой территории, они только приурочены нашему единству, нашему сплочению. Сегодня действительно первый этап городского масштаба «Кожаный мяч». Сегодня вы будете представлять нас на республиканском уровне, уже где-то в другой территории будет финал, этап республиканского масштаба, где победитель поедет на всероссийский финал. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Продолжение следует...